Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайно. От автора. В ясные зимние ночи в глубине морозно-синего неба в России появилась комета. Толковники громотеи из народу объясняли, что эта планита ходит по аэру, народ же просто назвал ее «хвастатую звездою» или «звездою с помелом» и, вздыхая, говорил «Не к добру все это, пометет она землю русскую». Состояние умов было тревожно, и все ждали не то голода, не то мора, но в большинстве общее мнение склонялось к тому, что «быть войне», «быть войне великой». Это ожидание было между тем и всеобщим желанием. Петр Петрович Дерин Глава 1. Ненужная встреча Прибывший поезд медленно дотянулся до места и дрогнул в последней смычке. Вагонные двери открылись, освобождая дорогу, и пассажиры вырвались на платформу. Последней из вагона вышла Элина Коган, красивая молодая женщина с грустными глазами, спокойным лицом и вьющимися каштановыми волосами. Она подхватила багажную сумку и зашагала к московскому вокзалу. Уловив настойчивый запах кофе, решила было зайти в кафе, но тут же передумала, времени оставалось в обрез. Элина пересекла вестибюль вокзала и вышла на площадь. Взглянув на стальное небо, втянула ноздрями пахнущий морем воздух и окунулась в атмосферу великого города, как будто переступила не только порог железнодорожного вокзала, но и порог самого времени. Вокруг царила страшная суета, полная троплива, шагов, скрипы чемоданных колес и громких голосов. Элина будто не слышала, стояла застыв во времени, где каждый вздох, каждое мгновение казались вечностью. Она ощущала прочную связь с этим городом. Вскоре прибыло такси, и Элина села в автомобиль. «Английский проспект, пожалуйста, к ресторану Бильбао. Знаем такое место». Водитель тронул машину и встроился в автомобильный поток на Гончарную улицу. Площадь со стеллой и круглым павильоном метро осталась далеко позади. «В отпуск или по делам?» – поинтересовался водитель. «На юбилей их подруге», – ответила Элина. Токсист поправил зеркало заднего вида, чтобы рассмотреть пассажирку. «Юбилей бывает у стариков. Ей 75, она университетский профессор. А говорите, подруга». Элина чуть улыбнулась и ограничилась ничего не значащей фразой. Подруги бывают разными. Водитель был прав, Нинель Николаевна не приходилась ей подругой в обычном понимании этого слова. Скорее, приятельница и соучастница опасного приключения во время круиза по Средиземному морю в компании Богдана Апостолова. «Стоп!» Элина качнула головой и посмотрела в окно. О Богдане она предпочитала не думать. Автомобиль выскользнул из артерии Введенского канала и свернул на фонтанку, в которой отражались кружевные мосты. Вечерний розовый свет уже окутал город нежной вуалью, и казалось, что он стоит на грани двух разных миров. Элина очень любила Санкт-Петербург, но в подражании отцу называла его Ленинград. Название отдавала леденцами и лично для нее не имела ничего общего с вождем мирового пролетариата, а напоминала жестяную коробку из-под ландрин Монпансье, хранившуюся в их московской квартире. Однажды, когда Богдан заметил ее на полке, Элина бессознательно замотала головой и приказала себе не вспоминать о Богдане. Перехватив любопытный взгляд водителя, она объяснила свою реакцию. Холодно, убавьте кондиционер. С фонтанки автомобиль свернул на мост и въехал на Лермонтовский проспект. За окнами проплывали невысокие дома со скульптурами, множеством фигурных козырьков и характерные для Питера зарешочные подворотни. Казалось, дома подпирают друг друга плечами, словно старые друзья, пережившие радости и невзгоды. «Радости и невзгоды», мысленно повторила Элина и вспомнила только одного человека, Богдана Апостолова. Она посмотрела на часы и беспокойно заюрзла на сиденье. «Долго нам еще ехать?» «Минуты две, может, меньше», успокоил ее водитель. «Направо через мост и будет вам английский проспект». Так и вышло. Через минуту автомобиль затормозил у ресторана Бильбао. Гардероб, по счастью, работал, отдав гардеробщику дорожную сумку, Элина поспешила в банкетный зал, где к тому времени было уже многолюдно. Торжество проходило в формате фуршета. Виновницу торжества Нинель Николаевну в толпе гостей не было видно. Наконец Элина заметила юбиляршу и направилась к ней, заранее приготовив коробочку с банком. «Элина, дорогая!» Профессорша двинулась навстречу, распахнув свой шелковый палантин. Обязательный атрибут, без которого ее невозможно было представить. А я уже думала, не приедешь. Они обнялись, и Элина вручила подарок. «Простите, что без цветов только что с поезда». «Цветов достаточно дорогая». Нинель Николаевна отступила назад и окинула взглядом Элину, словно любуясь. «Как давно мы не виделись. Где ты остановилась?» «Венеции на Марата, но еще не заселилась, с поезда сразу сюда». «Как жизнь? Как дела?» Участливо поинтересовалась профессорша. Вопрос был обобщенным, но Элина безошибочно распознала, что именно ее интересует. «У меня все прекрасно, вот решила сменить работу». «Нашла другую?» «Можно сказать и так?» Многозначительно проронила Элина, немного затянув, она выдала главное. С Богданом мы разошлись. «Ай-яй-яй!» «Не то осуждая, не то сокрушаясь», покачала головой Нинель Николаевна. «Вы были прекрасной парой и, главное, так любили друг друга». После этих слов профессорша Элина вдруг поняла, чего хотела в эту минуту. Заметив ее беспокойный и ищущий взгляд, Нинель Николаевна обронила. «Богдана здесь нет. Меня это не касается», — пожала плечами Элина. «Профессорша пояснила. Я пригласила его, но он не приехал». Оглядевшись, Элина заметила, что зал оформлен в тропическом стиле. Декорации его создавали заросли джунглей и ровный песчаный берег. В катках, расставленных здесь и там, выселись пальмы и диковинной формы папоротники. Среди гостей сновали официанты с подносами ананасов, папайи и манго. Однако впечатление о тропическом побережье было довольно смазанным. «Не буду вас отвлекать, позже договорим». Элина обняла Нинель Николаевну и отошла к фуршетному столу. Там взяла тарталетку и бокал шампанского. В ту же минуту Элина услышала то, чего никак не могла слышать, в шаге в удаленном коридоре, который вел к банкетному залу. Она различала их внутренним чутьем, который был сродни животному чувству. Медленно обернувшись, Элина вперилась взглядом в пространство между гостями. Шаги настойчиво приближались, казалось, что сама судьба проверяет ее настойкость и верность принятому решению. И тут Элина увидела его, Богдана Апостолова, человека, который так много значил в ее судьбе и который сыграл с ней в злую игру, в любовь, в предательство. Весь его облик, лицо и походка выражали уверенность в себе. Темноволосый, загорелый и стройный болгарин был таким же красивым и гордым, как его родная земля. Появление Богдана вызвало заметное оживление, его харизматичная внешность привлекала множество взглядов. А когда он сверкнул белозубой улыбкой, то растопил даже самые холодные женские сердца. В нем было все, что нравится женщинам – внешняя красота, лоск и прекрасные манеры. Эти атрибуты делали Богдана неповторимым, для Элины он сам и воспоминания о нем были словно рваные шрамы на теле, которые навсегда останутся воспаленными. Но самое ужасное заключалось в том, и Элина безоговорочно признавала себе в этом, она ждала и хотела встречи с Богданом. Так, под сводами банкетного зала случилась их неизбежная встреча. Две судьбы, переплетенные предательством и страстью, вновь оказались рядом. Заметив Элину, Богдан зашагал к ней, приблизившись, крепко взял ее за руки, будто опасаясь, что она сбежит. «Я знал, что найду тебя здесь» – в глазах болгарина сверкнуло отчуждение и решимость. Для Элины это были глаза любимого человека, который видел ее насквозь. Она резко отстранилась и нервно глотнула воздуха, как будто ей предстояло броситься в ледяную воду. «Думаю, для начала тебе следует подойти к Ниналье Николаевне. Потом…» Богдан чуть пригнулся, чтобы заглянуть ей в глаза. Почему не отвечала на звонки? «Ты звонил?» – сделанным безразличием спросила Элина. «Брось кривляться, я звонил тысячу раз. А ну-ка, сбрось обороты!» Перехватив разочарованный взгляд Элины, Богдан переменился в лице. По нему было видно, он чувствовал себя виноватым и знал, что может потерять женщину всей своей жизни. «Прости меня, Элина. Умоляю, прости. Мне надо отыскать Ниналья Николаевну». Элина хотела уйти, но Богдан ее удержал. «Прошу, выслушай меня!» Его голос дрожал, как лист на ветру. «В этом мире так много страстей и соблазнов!»